Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 17 августа, ну довольно неожиданно, я бы так сказал, состоялось заседание президиума кабинета министров, то есть это Павлов и его заместители, где мы обсуждали проект союзного договора. Павлов и говорит, что все считают, что договорились, а на самом деле ничего не договорились. Это исключительно политическое действие, которое может наоборот загнать нас в тупик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Сергеевич, не мешай мне, что вы совсем ничего уже не понимаете, что ли? То если нет договора гражданская война, вы что этого не понимаете? Вы не понимаете, что общество разрывается все. Субтитры создавал DimaTorzok Курчков. Все согласны, что В отношении политики, в отношении экономики, в отношении того, что завтра или послезавтра будет подписываться договор. Все согласны, что высокоростно распадется. И главное, о чем шла речь тогда, это о том, что чрезвычайное положение нужно только в связи с чрезвычайными обстоятельствами в области экономики, чтобы не допустить голода, холода и развала страны на части. С какими конкретно предложениями вы решили ехать? Значит, первое сказать, проинформировать, второе, сказать, услышать его точку зрения, сказать, на это, и предложить им, чтобы в нас есть пришло время для того, чтобы все-таки пойти по линиям мер, направленных на стабилизацию. Эти меры могут носить некатулярный характер, но, как мы полагаем, у нас просто нет другого выхода. Во всяком случае, как мы считаем, население эти меры одобрило бы. И как-то начало созревать мысль, что вот Михаил Сергеевич вроде бы начинает затухать, как активный государственный деятель. И вроде бы чувствуется или усталость, или растерянность. Ну вот здесь, ну что он, ну давайте, сидим. Куда? В Ёсипеевич. Да? Ну поговорили. Мы определились, кто поедет. Они решили, что делегация должна войти к Горбачеву в Криме на следующий день. Мне сообщил вот это Ольга, референт, что, посмотрите, что происходит. Здесь, говорят, вот машины все эти, зилы огромные, наехали, вот они сюда, к нашему служебному дому подъехали. Все здесь стоят, вы, говорят, выйдите из кабинета, посмотрите. Я вышел, действительно, вся эта площадка забита этими зилами. Я подошел к окну, а там видно, из окна мы его видно. Вижу, входит этот, Плеханов, начальник охраны. А эти, мне Ольга говорит, что прошли, они, говорят, уже прошли сразу туда, к Горбачеву на дачу. И вице-президенте, вот на этом... After the coup, Горбачев described what happened next. Я пошел, чтобы пригласить их, они уже сами поднялись. Так и нету. Все. Небывалая бесцеремонность. Во главе с начальником аппарата президента, Болдиным. Не случайно я, значит, появился там, Малерий Иванович Болдов. Нужен человек, которому президент действительно поверит, что ситуация требует такого решения. Что касается Болдина, то это было полное потрясение. И для него, и особенно для Раисы Максимовны, для всех. Потому что, ну, это человек, ну, был вхож в их семью. С тех пор, с 2008 года, как Горбачев появился в Москве, он до этого Болдина знал. Ни указ подписать, ни уйти в отставку, это все. Я отверхать сказал, этого не будет. Кто вы такие, кого вы представляете? Я же все-таки, так сказать, не из простаков. Да вот группа, комитет которой, что это за комитет? Ну, который вот озабочен тем-то, кто в комитет входит. Вот начинает мне перечислять. И я сижу записываю на этом листочке. Это было в рабочем моем кабинете, я записывал. Когда они ушли, какое-то мгновение здесь, и дверь открылась, и вышел Михаил Сергеевич из кабинета. Он был очень взволнован. В руках он держал листочек. The last name Gorbachev had taken down was that of Anatoly Lukyanov, the speaker of the Soviet parliament, the second most powerful man in the Soviet hierarchy. Был в списке и Lukyanov. Но его фамилия была написана с маленькой буквы. А рядом с фамилией стоял вопросительный знак. То есть, ведь мне было непонятно, вошел он в состав ГКЧП или нет. Первое естественное мое желание, что я против этой фамилии поставил вопрос. 40 лет нас связывает с Анатолием Lukyanov со студенческих лет. И я считал, что именно его позиция имеет ключевое значение. Он, как председатель Верховного Союза, заявляет свою позицию. И тогда рушится вся комбинация Тильвича-Пистол. The delegation departed, leaving Gorbachev a prisoner in his own compound. Чанаев ran across to Gorbachev's villa. Раиса Максимовна рассказывает, что вот нахалы, вошли в дом, не спосясь, президенту. Это вообще что-то знает что. Никто не поздоровался со мной, все они меня знают. Когда мы поняли, что мы арестованы, и когда узнали, кто оказался заговорщиками, нас особенно мучила, я уже говорила об этом, горечь предательства. Топлиханов в соответствии с договоренностью усилил охрану. В этом объекте находился Михаил Сергеевич. Дальше зашло. Мы отключили связь для того, чтобы получить для себя, скажем, пару-проектов дней, для того, чтобы, скажем, можно было весен поведение порядка. О телефонных аппаратах у него 10 или 8, я точно не помню. И он поднял все за одну телефонную трубку, и все молчали. Даже телефон главнокомандующего. То есть то, где он, в любой момент этот телефон у нас стоит, под колпаком на даче, в резиденции, в квартире. Никто его не трогает, даже пыль не протираем, то нет. Потому что он под колпаком и не подлежит никакому к нему притрагиванию. Он вскрывает этот телефон, поднимает трубку, он тоже отключен. И вот тогда мы поняли, что это все. Это все. В воскресенье после полудня, мы собирали чернику в лесу. Вдруг такой, на мрачном, так он знает, темно-зеленом лесе, вдруг вползает белоснежная Волга, как призрак. В лес, оттуда выходит человек и говорит, что меня просят к телефону. Итак, меня связали, в телефону с Москвой, на том конце был Крючков. Он сказал, что возник очень серьезный вопрос, и что большая просьба приехать в Москву, тем более, что самолет уже стоит, меня ждет. А он не знал, зачем мне лететь. А как вы объяснили ему срочно? А я сказал, что срочно надо пролететь, я сейчас на дорогах хорошо приеду. Мне не дали переодеться, я появился в Кремле где-то в полночь или за полночь немножко. Зашел в комнату, там сидит все руководство страны, кроме Горбачева. Никто не сидел за председательским столом, так как обычно кто-то занимает председательский стол, они вставали, ходили, и сидели только вдоль стола. Когда они вернулись от Михаила Сергеевича, с кислыми рожами, что он их выгнал. Но, дескать, вот в разговоре сказал, что что делать, все смотрите. Большинство из тех, кто присутствовал или даже оказался в членах комитета, они не понимали, о чем идет речь. Крючков меня отзывает в соседнюю комнату и говорит, «Создается комитет для управления чрезвычайным положением и управления страной, и вот вы включаетесь в этот комитет». Я так спокойно его спрашиваю, думаю, что это что, решение президента Горбачева? Это он решил, в связи с ситуацией, так и поэтому. Он так слегка займелся и говорит, «Нет, это не решение Горбачева, Горбачев серьезно болен». Вот. Я говорю, я не буду. Никакого, Анатолий Иванович, плана нет. После этого, Лукьянову дали Советский парламент его версию о том, как он реагировал. Анатолий Иванович сказал, «Я в этой и не участвую». Вот. Я единственное, что могу сделать, сделать заявление в отношении нарушения основных конституционных моментов, связанных с подписанием 20-го числа вот этого договора. Лукьянов был руководителем Советской Конституции. Он говорил, что Горбачевский парламент был легким, и, так сказать, был правильный. И, так сказать, был правильный. Но конспиратели также нужны общественные причины, чтобы действовать быстро. Вот тогда и возникла вот эта вот идея, вернее, стали реализовывать эти идеи о том, чтобы передать полномочия президента, вице-президенту Янаеву, вот, на основании такого-то положения статьи Конституции 127, 7-го, если это конституция. Надо обязательно подписывать Янаеву документ в силу того, что Михаил Семенович не болен, но делать его больным. Вот тогда они, так сказать, с напором настаивали, что это надо делать. Иначе они больше не будут то, что сгорели. They drew up a statement saying vice-president Янаев was assuming power due to Gorbachev's ill health. Вот началась эта бумага так вот по столу. Значит, ходить она пошла от Янаева сюда ко мне, от меня к этому самому Язову. Потом вернулась к нему обратно, потому что никто ее подписывать не собирался, не хотел быть, ему тоже. Ну и тут уже 24 часа греха подходила. Начали подписывать. Первый подписал Янаев одно заявление, второе, потом обращение подписали втроем, Янаев, Павлов и Бакланов. Ну, это требует, чтобы все подписались внизу, зачитали, поставили в сувенист. Ну, так сказать, отвечать как все. 27 years before, another reforming general secretary, Nikita Khrushchev, had been deposed by his closest associates while on holiday in the Crimea. It had taken no more than an announcement and a few tanks on the streets. в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым, Михаилом Сергеевичем, своих обязанностей, президента СССР. That morning, the usual television programs were replaced by announcements of the emergency and two performances of Swan Lake. CDRX with KTSS in 19 matters. КОНЕЦ Так, и тут же так, быстрым шагом направился в сторону дачи Ельцина, он живет рядом. Вот, он на втором этаже сидел, так, в кресле, в такой глубокой задумчивости, и, конечно, страшно расстроенный. Так, мы поговорили, так, общей ситуацией. Так, пришли довольно быстро к выводу о том, что надо будет реагировать самым жестким образом. В зоне государства правительства Ельцинской республики, все пытались узнать, что происходило. Ну, я позвонил самому Крючку, спросил его, как понять происходящее. Он говорит, что надо наводить порядок в стране. Я говорю, ну, вы понимаете, что народ сейчас выйдет на улицы, что уже в это время танки подошли к Белому дому. Он так, с усмешкой, за кого, говорит, за Горбачева. Я спросил, ну, вы понимаете, что это авантюра. Он говорит, история нас рассудит. Положил трубку. Но я услышал рев могучей толпы, восторга приветствующего своего президента. Я сразу бросил трубку, бегом на лифт, выскочил, значит, подошел вот сюда, вот там танк, вот где сейчас голубая машина идет. Примерно на этом месте танк Ельцина под номером 110. Так уж я теперь говорю, значит, стоял. Ельцин был уже на танке. Кругом народ, значит, не пробьешься, а кормовая часть танка, там огромные баллоны, не залезешь. Да я еще в белой рубашке был, и пачкаться вроде не очень хотелось, но меня народ поднял, значит, и прямо туда подбросил, собственно, на танк. Да, я зачитываю. Гражданам России в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Я вспомнил о том, что в революции 1917 года был совершенно другой, по другому принципу отбор. Все лидеры революции характеризовались мощными голосами. Что совет, кабинет министров СССР ни вчера, ни сегодня до данного момента... Ленин, хотя у него был не громовой голос, но очень пронзительный, на высоких частотах, и он выступал, известно, там, с броневика в апреле 1917 года. И вот здесь мы оказались в такой ситуации. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. До выполнения этих требований, мы призываем к общей бессрочной забастовке. Though Yeltsin's statement swiftly hit the streets, he had no access to television. That was under the control of the new regime. They repeatedly broadcast the statement by Speaker Lukyanov, attacking the Union Treaty. Заявление председателя Верховного Совета СССР. В связи с поступающими в мой адрес многочисленными... И сразу зашел Лукьянов. Я говорю, что происходит? Он говорит, я отказался участвовать в ГКЧП, я это не воспринимаю. Я говорю, а почему тогда все передачи идут с вашего заявления? Он говорит, у вас не было основания делать это заявление, потому что это все Нового Огарева было обсуждено и осмотрено. Он говорит, ну это уже моя личная оценка. Speaker Lukyanov was the only person with the authority to recall the Soviet parliament, and only parliament could declare the state of emergency illegal. He chose not to assemble it for a full seven days. It was needed, по крайней мере, четыре дня. Вообще-то, мы твердо знаем эту дату, знаем эти возможности. Обычно, для того, чтобы съехался Верховный Совет, нам требовалось пять с половиной, шесть дней. Но четыре. In contrast, Yeltsin ordered an emergency sitting of his Russian parliament to start in two days. People swiftly identified the White House as the seat of resistance to the coup. А вот у них оказался этот Сони маленький, и тоже плохенький, с севшими батареей у этого Толи, у зятей. Вот так вот собирались, вот так, в кучку там, президент, я, Тарас Максим, и ребята на полу сидят. Вот он вертит его, что-то что-то слышно. Gorbachev's staff had also managed to fix up a primitive aerial for the TV. He watched the spokesman of the coup hold a press conference. Уважаемые товарищи, дамы и господа, начинаем пресс-конференцию исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Ивановича Янаева. Вступительное слово имеет Геннадий Иванович Янаев. Должен прямо сказать, что мы получили поддержку и от автономии, и от абсолютного большинства руководителей республик нашему намерению навести в стране порядок, спасти страну. Как только Янаев провел эту пресс-конференцию с трясущимися руками, я знаю Михаил Сергеевич, его эрудицию, его умение держаться перед телевизором, его умение говорить из фронта, конечно, ни в какое, и о внутренней. Я подумал, что вы залезли туда, и так, откуда уже не уезжаешь. Совершенно правильно. Во-первых, я хотел бы сделать все для того, чтобы не потребовалось применять силу в отношении гражданского населения. Мы должны сделать все для того, чтобы не допустить никаких эксцессов. Уже на второй день было видно, что они уже напугались. По-моему, они не ожидали с моей стороны такой реакции. Они думали, что пройдет хрущевский вариант. Но для меня ведь вопрос решен, как для человека, как для гражданина. Он уже решен. Мой выбор сделан. В середине ночи, Горбачев recorded a message to the world on the family video. Все то, что сказано товарищем Геннайевым и обнародовано в документах этого комитета. Все это грубая ложь, подлох. Совершено, по сути дела, государственное преступление. Раз это так, то и само решение о принятии обязанностей президента товарищем Геннайевым и последовавшее затем решение, все они незаконны. И я спустился к Геннайеву, он сказал, Горбачев полный трибунал. Что такое трибунал? Я не понял, потому что он как-то немножко бессвязно говорил, он был взволнован очень. Ну, полностью неадекватен, не управляет собой, вот, вот, совершенно уже все отключился, уже он не в состоянии ничего, поэтому тут вот надо все это принимать, это все правильно, надо это делать. Но я ему сказал, что я, пусть это они делают, если они делают, а я в эти игрушки не играю, и я ухожу. Вот, он говорит, ты не уходи, останься. Я говорю, нет, я ухожу, и я пошел. Горбачев loyalists then began to plan opposition, separated by only a corridor from the offices of the coup leaders. Эта инициатива была совместного подписания у Бокатина, этого заявления. Писал его я, а Бокатин провел инциативу. Вот, сделать совместное как двух членов Совета Безопасности. They tried to contact Foreign Minister Безметник, but he was in an emergency meeting with his staff. Я предлагаю подать в отставку. Как вариант. Ну, стали обсуждать, потом правильно кто-то сказал, так, и я думал, что, ну, а если мы уйдем, то кто возьмет политику, кто возьмет министерство. The Foreign Minister was finally tracked down, and was asked to sign their statement, condemning the coup. Примаков ему говорит, Саша, вот мы тут с Вадимом написали заявление, как-то прочитал ему, оно короткое. Ну, потом, когда он положил трубку, он сказал, что он считает, что он не может его подписывать, поскольку ему, по-видимому, надо будет разъяснять там политику преемственности перед иностранцами, поэтому ему вроде бы в это влазить бы не следовало, так сказать, во все эти вещи. То есть он не подписал. Продолжение следует... Ignoring the massed armour on the streets, crowds gathered at Moscow Town Hall to hear Alexander Yakovlev, widely seen as the father of Perestroika. He had resigned from the Communist Party just two days before. The demonstrators then set off on the three miles to Yeltsin's White House. in a show of united opposition to the coup. Я помню, подъехал к Белому дому, а потом надо было переходить там баррикады, а мне все-таки, значит, мне трудно, значит, со своей ногой это все. Так вдруг появились какие-то молодые люди немедленно там просто крикнули фамилию мою. Просто крикнули. Это как вроде символ, клич. Все. Ну, начали меня перетаскивать через эти, на руках, через эти баррикады, потом тут же, тут же шили вот такую тропу делать, чтобы я там через нее прошел. Иелтсин's White House was now surrounded by a human shield. Inside, thanks to a failure of the coup leaders, the telephones still worked. Во-вторых, уже ряд лидеров западных стран сказали свое слово, сказал президент Буш, сказал господин Митеран и ряд других деятелей. Но думаю, что сейчас нужно предпринимать уже более такие конкретные и более массированные действия для того, чтобы эту хунту сбросить. Я даже, вот, отключить, допустим, тот же Белый дом. Правительственные связи и прочее. Ничего вообще сделано. Все, в общем, как-то на какую-то шарамышку надеялись. Потому что вот... С народ поддержки? Да, объявили, значит. Народ сразу, давай! It was the coup leaders who made the next move. They declared a curfew for Tuesday evening. Rumors spread that the White House would be stormed that night. Позвонил мне Покатин. И говорит, правда. Я говорю, что ты в этом делаешь? Ничего не планировали. И не будет. Армия не будет в этом участке, я тебе гарантирую. Это можешь сказать, что армия воевать не будет. Это Язов сказал вот 20 вечером. Я позвонил опять в кабинет Русского, опять взял Столяров трубку. Я ему сказал об этом. Он говорит, да, мы знаем, но тут есть другие силы. Тут есть силы КГБ и так далее. ...заметен, как, гармонентный. Мы сразу не имеем. Поэтому есть конкретные предложения. Женщины, которые не могут остаться здесь. Оттуда переписчики уже нам сообщили, насколько детально было расписано, как, скажем, брать Белый дом. Это специальная группа, называемая группа А, 7-го управления КГБ, которая специализируется на этих делах. По разным каналам была получена информация, что где-то в 2 или в 3 часа ночи должен состояться штурм. Прямо скажем, эта информация, ну так, вызвала большую тревогу в Белом доме. Мы получаем этот выпуск важного сообщения, которое только что пришло в День Верховного Совета. Собственно, депутат Верховного Совета РФЦ Александр Глупин. Только что по внутреннему радио Верховного Совета выступил депутат России и Матсовета Мирона. Сразу со всех сторон обрушить первый и второй этаж. Не обрушить, а просто перестрелять все. Прежде всего, захватить президента. Если какая-нибудь, есть возможность его ухода, пристрелить его на месте. Я был дома. С этого 11 часов ночи я заметил, услышал стрельбу. Крохот танков. А потом заметил дим в районе Белого дома. И я решил, что начинается штурм. И вдруг в этом вот ощущении прозвучали слова. Шаварнадзе. Шаварнадзе, значит, идет. А мы стояли на балконе Белого дома. И нам была видна вся площадь. Вся площадь. Весь вот этот ее размах во всю длину. Вся заполненность народом. И в центре белая голова шаварнадзе. Не стопедный рейт. Решится судьба нашей Родины. Решится судьба демократии. И свободы. Заздравствует наш народ. Заздравствует наша молодежь. Вы в основном здесь молодые. Я вас приветствую. Ура! Ура! Немножко, чуть-чуть, конечно, опасность сейчас. Вероятность чуть поменьше. Но исключать все равно. И впереди, Борис Николаевич, два слова для граждан. Потому что, значит, они сейчас... У них выхода нет. Они все... А когда зверь ранен, он... Ну, вот, мне запомнилась эта фраза. Будут действовать, как действовала Ленда. До конца, до последнего... До последней капли крови я буду стоять на месте. Нам известно, что Альфа должна была штурмовать Белый дом. Это так? Да, действительно, это было так. Вы получили приказ? Да, получили приказ от бывшего руководителя. Когда должен был происходить штурм? Штурм должен был происходить 20-го числа в 3 часа ночи. Группу А, Альфа. Вдруг они отказались участвовать. Это было для всего руководства КГБ полной неожиданностью. Там пошла агитация, нажим, угрозы, трибунал, расстрел и так далее. Каждый сотрудник прекрасно понимал и представлял, что в рядах защитников Белого дома могли находиться его родные, близкие, знакомые, друзья. И поэтому, в общем-то, вот эти причины, которые я назвал, они, наверное, явились тем фактором, на который, в общем-то, предрешили судьбу невыполнения приказа. Вы впервые не выполнили приказ? Да, впервые. А вы? Я тоже впервые. Господи, обижора, ребята, обижора! Near the White House, crowds clashed with army units. Субтитры создавал DimaTorzok Двое суток практически не спать. Апогеи опасности с каждым днем все нарастало. И Борис Николаевич принял решение, что немедленно надо сюда привозить президента, чтобы все это остановить. И вот он, значит, созвонился с Крючковым. Крючков согласился с ним лететь. По телефону позвонили, и Борис Николаевич сказал, я договорился с Крючковым в 6 вечера лететь в Крым, в Горбачеву. Но сессия меня не хочет отпустить. Видимо, это опасно. Я тоже ему сказал, что, наверное, мы все считали, что это опасно. Это на самом деле мы считали искренне, что это опасно. Я тоже говорю, Борис Николаевич, давайте лучше я полечу, Примаков полетит, но вам не надо лететь. The emergency session of the Russian parliament refused to let Yeltsin fly. A delegation was appointed to accompany Крючков on a mission to see Gorbachev. But the coup leaders went without them. Крючков, Язов, and Lukianov were seen heading for the airport. The news filtered back to the Russian parliament. Этих авантюристов, членов так называемого комитета, всем составом выехало во Внуково. Так, они что, выехали? Миночку. Намерение их неизвестное. Видите ли, в тот момент эта вот гонка, которая была, она объяснялась тем, что мы очень боялись того, что опасались того, что эти люди, которые туда полетели, причем они полетели двумя самолетами, один пустой, президентский, мы боялись, что могут увезти куда-то Горбачев. The delegation appointed by the Russian parliament rushed to the airport. But in the race to get to Gorbachev, the coup leaders had an hour's head start. Горбачев находится в порядке, смотрите, сзади здесь, вот здесь. Группы преступников улетела туда тайно. Вот, обманули всех, и по решению Совета, Верховного Совета, определились и удрали туда. Поэтому есть опасения, что с Горбачевым они могут сделать все, что угодно. Вадим Бакатин was at a press conference when he heard that the plotters had gone. Бакатин был готов приехать к 16.30, но затем раздался звонок о том, что чуть ли не в 16 он вылетает. Вот здесь вот пришлось несколько слов ему на пресс-конференции дать, а потом уж они бегом, буквально, сломя голову по лестницам, и гнали, значит, на недозволенной скорости по Москве. Там самолет уже в убраны трапы, уже заведены двигатели, он уже ревет. Я был страшно разозлен на самого себя и на эту пресс-конференцию, пропадя напропадом. И я у этого вот техника вырвал микрофон, вот, собственно, взял и в этот микрофон ничего не слышал, что мне говорили, потому что шум, рев. Скажите ему, что вот Бакатин приехал, пусть остановит двигатели и подавит трап. А тут говорю, подавайте трап. Ну, все-таки, по-видимому, они поняли, что я хочу, потому что двигатели заглушили, трап подали. В самолете я отрабатываю варианты различные. Мы пришли все к выводу, и там русской задавал тон, потому что он, в общем-то, военный, он был с пистолетом. И взял с собой вооруженных людей и прочее, прочее. Мы были, приняли решение идти на все, но с одной целью уйти оттуда вместе с президентом, в каком бы он состоянии ни был. Нам сообщили сразу, что на взлетной полосе на базу, куда мы хотели сесть, а эта база военная, она вблизи от, вот, от Фороса, от места, где отдыхал Горбачев. Там на взлетной полосе стоял самолет. Сесть мы не могли. Горбачевцы с алисами были влезаны в территории, что еще не контролировали по-русски. Они могли бы быть влезаны в голову в петербург. Была поставлена задача морской пехоте на посадке расстрелять самолет. Поэтому на 20 минут мы сели с опоздания, так бы, так сказать, попали тоже в хорошие неприятности, если их можно так назвать. Вот. The coup leaders were still an hour ahead of their pursuers. И вдруг убегает эта массажистка, большая такая, Таня Крупная. Я выбежал на балкон и увидел такую картину. Спускаются эти большие машины, такой спуск, отворот. мне доложили, что прибыла группа заговорщиков в Крым на президентском самолете с тем, чтобы президенту поговорить и привезти в Москву. И я вышел вот так, кабинет на втором этаже, лестница, невысокая лестница к главному входу служебное помещение, и вот они один за другим выходят. Лукьянов, Ивашко, Крючков, Бакланов, Язов. Я так стою над ними, как бы. Теперь эту картину вижу, думаю, что я для них и что они для меня. И вот они раскланиваются, сам-то один с другим. Вот так вот. This was the moment the coup collapsed. Three days earlier, the conspirators demanded Горбачевс resignation. Now they came to capitulate. Готов провалиться сквозь землю. Чувствую себя бесконечно нераватно перед Михаилом Сергеевичем лично, перед рейсом Максимовой. Бесконечно нераватно перед народом, перед партией. я ни с кем не буду с ними разговаривать до тех пор, пока не будет включена правительственная сессия. Мне сказали, что это долго, ничего, мне теперь спешить некуда. Это был уже вечер, крымский такой вечер, августовский, хороший такой вечер. Вы когда-нибудь были в Крыму? Были, да? Ну, можете себе представить, что это было. Запрелись после дождливой Москвы прилететь туда. Все мы были в напряжении, все ждали встречи, боялись одного, что вдруг куда-то Горбачева увезут. Решили, что пойдут сначала политические деятели, это четыре человека, Русской, Силаев, Бакатина, я. А потом, если мы не придем в течение трех часов и не вернемся, то тогда они будут действовать в зависимости от обстановки. Потом мы заходим в эту дачу Горбачева, там охрана перед дачей, охрана там внутри дачи стоят с автоматами, прямо эти все ребята такая, такая вообще вещь, которая как-то немножко непривычна, раньше такого не было. На территорию дачи въехали, въехала эта делегация, он сказал, чтобы ее в столовой провели сейчас. И мы потом с Горбачевым выходим, а они к нам уже сгрудились. Значит, был Силаев, Рудской, Примаков, Бакатин и человек семь депутатов российских. Ну, значит, он вошел впереди в столовой, я сзади него вхожу, так они гроздьями на него навалились сверху, особенно Рудской, это вообще красивый, мощный бужик такой. Ну, ожидали, что он действительно больной человек, как это все говорили, выходит жизнерадостно, улыбающийся и ругающийся матом, называя это все своими именами, что это переворот, это предательство и прочее, прочее. Горбачев told them he had refused to receive the waiting conspirators. Потом все-таки он сказал, я Лукьянова приму, никого не буду принимать, приму Лукьянова. Ну, хорошо, мы остались с Примаковым, и зашел Лукьянов, вот, Рудачев здесь сидит, Лукьянов здесь, я вот там, сбоку, там сижу, Примаков. Лукьянов, он стал что-то оправдываться, доказывать, но Горбачев с ним разговаривал матерно. Я извиняюсь, что ты, мне здесь вешаешь? Ты, говорит, главный законник, ты должен хранителем законности быть, ты председатель Верховного Совета, почему Россия собрала на другой день, а ты, говорит, назначил на 26-й. Ты, говорит, на амбразуру должен был броситься для того, чтобы защищать конституцию, которую ты все время размативаешь. Я больше ничего не мог сделать, наконец, Лукьянов, говорит, он говорит, почему ты не встал рядом с Ельциным? Почему ты не пошел и не встал рядом с Ельциным? Вот, иди, говорит, выйди, садись, и жди, тебе скажут, в каком самолете лететь. Then, Горбачев met a small group of journalists who had managed to get on the plane with his rescuers. Ну, потом Горбачев взял все в свои руки, он очень осторожно действовал, потому что всякое может быть, тут уже темно, неизвестно, где и кого они там расставили по дороге. я президента забрал в свой самолет вместе с охраной и прихватил с собой еще и Крючкова. На всякий случай, как заложника, если это будет принято решение, мало ли чего может быть. Все можно было тогда ожидать в это время. Ему было Крючкову сказано, что по дороге он будет иметь возможность поговорить с Горбачевым. Он пришел и сел в самолет. Вот. А потом и был там арестован. As they landed in Moscow, they were unsure who was in control of the airport. Экипажу поставил задачу, значит, рулем, двигатели не выключать. В случае, если чего, значит, мой начальник охраны, вот, Тараненко и Володя, выскакивает с автоматом. Если начинается стрельба, он отбивается до последнего, а мы взлетаем с рулежки, то есть с рулевой дорожки. Экипаж был согласен на это все, поэтому все были на готове. Стоят и те, кто, так сказать, предан его, встречает его. По этим людям было сразу видно это лицемерие и подлость, даже вот настолько быть подлыми людьми, предать человека, потом прийти его встречать. Вот. The next morning, the Russian parliament met in triumph. Yeltsin announced the arrest of the coup leaders. Янаев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДОМОДИСМЕНТЫ КОНЕЦМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Местонахождение Пуга долго установить не удавалось. Тогда позвонили снова по городскому телефону уже от соседки. Ответил старик, старческий голос. Мы попросили его открыть. Открыли, старик стоит трясущийся. Спросили сразу, у вас что, несчастье? Он так кивает головой. Проходим в комнату, ну, эта картина, конечно, ужасная. Значит, лежит в тренировочном костюме на кровати Пуга. Видно, что выстрелил себе в рот. Все это, подушка в крови. А на полу сидит вся тоже в крови его жена с двумя огнестрельными ранениями. Пуга будет другом счастье, счастье на веках. Счастье зонет и властью сила веках. Субтитры создавал DimaTorzok of anti-communist revolution, Gorbachev still clung to the party which had brought him to power. It was the worst conference in your life. Maybe, being in three days in the prison, he didn't really understand what happened immediately. He was just on these people from Puttcha, from Puttcha, from Puttchist. He said things that were absolutely not acceptable for our situation, which had happened here. There was a lot of legislation, a lot of legislation. The people had now rejected the Communist Party. Vast crowds toured Moscow to watch the symbols of Soviet power swing from the noose. Vast on Herb. Vast on Herb. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета Министров, но я его еще не читал. А вот сочетайте. Михаил Сергеевич, зачитайте этот документ. Это стихографическая запись заседания Кабинета Министров Союза 19-го числа. 18 часов, это в час, когда должен улучшаться штурм Дома Советов. Я сейчас это сделаю. Я до конца. Ведь вины с него снимать за этот переворот нельзя. Кадр кто подбирал? Он. Вы спасли демократию, хорошо? Ну и президент тоже внес в это дело свой вклад. Он же не сдался. Он не поддался ни ультиматуму, хотя вот вы были все вместе, он был там один, в заключении, под давлением. И вот никакого снисхождения, никакого понимания человеческого, я же не говорю о политической ответственности. Товарищи, для разрядки, разрешите подписать указ о приостановлении деятельности российской компартии. Борис Николаевич, Борис Николаевич. Борис Николаевич. Йелцин, by signing this decree, was throwing down a direct challenge to the country's most senior communist. Будьте до конца демократами. До конца будьте. И тогда с вами будут все, подлинные демократы и здравомыслящие люди. Now, six days after the coup, Gorbachev spent the morning discussing whether he should resign as general secretary and thus administer the final blow to the party. Через некоторое время я просто сказал, что, по-моему, это пустой разговор. Мы обсуждаем то, чего уже не существует. Ну, вроде того, что мы сейчас ищем путь, как, скажем, угостить чаем мертвеца. И что для этого надо сделать. Я скажу, что для меня, в общем-то, это большая драма, личная. Потому что я надеялся и очень много сил отдал для того, чтобы реформировать партию. И сделать ее подлинно демократической партией, партией близкой, людям, не партией номенклатуры. Это все, все это нужно. Держитесь ближе к народу, мы никогда вас не подведем. Ну, куда ж ближе? Спасибо. Спасибо. Андрей, Андрей, пожалуйста. Нет, нет. Товарищи. Позвонила девочка. Ну, вы ведь написали, не больше, а право полное. Это значит, что вы из Советского Союза собрались выходить? Ну, так это, когда ранее или поздно выходить. Нет, 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 вы собрались выходить, да? Ранее или поздно выходить. И вы все обдумали? Обдумано. И вы все знаете? Я вам скажу, перед перестройкой у нас власти было больше. Я не знаю, у кого в мире было больше власти, чем у Генерального секретаря ЦК. И если бы мне только нужно, не надо никаких рекордов. Горбачев. After the coup, Горбачев found himself in the shadow of the president of Russia. Горбачев reluctantly resigned as the general secretary of the Communist Party. The flag of Russia was carried in honour into Red Square. For the first time since the first Russian Revolution, it flew over the Kremlin. Instead of saving communism, Горбачев's revolution had finished it. Субтитры создавал DimaTorzok